Рабочий день Светланы Загвоздиной начинается в 8 утра. Сначала она обзванивает своих подопечных, принимает заявки. Кому-то нужно купить продукты или лекарства, а кого-то записать к врачу. Дальше адреса по списку. Сегодня их 7. В руках увесистый пакет, за плечами рюкзак. Так соцработник навещает своих бабушек и дедушек каждый день. Ее здесь ждут как родную. Павел, здоровье. Как ваше здоровье? Спасибо. Как себя чувствуете? Отлично. Как сполучишь? Да, ну, как всегда. История 82-летней Антонины Павловны трогается живое. Женщина сломала шейку бедра и вот уже два года прикована к постели. Единственный сын живет в Ростове. Иногда навещает, но ежедневный уход и забота на плечах с веточки. Так пенсионерка с нежностью называет любимого соцработника. Она отзывчивая, уложительная женщина. Как работник, как и человек. Она плесочит, убирает все. Вот недавно мы окна к новому году помыли. И гордины повесили. За 25 лет работы Светлана Загваздина стала по-настоящему близкой к каждому из 13 своих подопечных. Чаще всего одинокие люди нуждаются не только в помощи по хозяйству. Им необходимо элементарное общение. Человек, который бы выслушал, понял и посочувствовал. Ну и, конечно, подал стакан воды. Люди звонят. Могут и ночью позвонить. Я выезжаю в любое время суток. И выходной день. Не всегда нужен врач. Главное поговорить. Услышать. Мы, конечно, не заменим им детей. Но от того, что я увидела улыбку в их глазах и, выходя домой, услышала такие слова, «Я тебя жду, приходи, я позвоню». Ди с Богом. Это самое главное. Если бы социальные работники прекратили свою деятельность, нуждающиеся остались бы без лекарств, еды и внимания. Только в Бобрыске бытовые услуги на дому получают 1057 человек. В основном это пожилые и инвалиды. Родных детей им заменили 126 специалистов. Все – женщины. Не каждый человек сможет работать в нашем отделении. Здесь, конечно, и доброта, и милосердие, и сострадание к человеку. Случайных людей у нас не работают, потому что это и терпение, и терпимость. Это, конечно же, непросто. Любви и состраданию невозможно научить. Такие люди, а их в Беларуси свыше 33 тысяч, работают не ради карьерного роста, наград и материальной выгоды. Это профессия для тех, у кого большое сердце и чуткая душа. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобрыск, 360.